На вопрос о том, что такое внешняя красота женщины, ответить трудно. Каждый понимает ее по-своему. То, что один считает прекрасным, другому кажется отталкивающим. Но есть один рецепт красоты для всех. Он в сияющих глазах девушек и женщин. Он в любви к себе. Он в умении быть счастливой. Но, конечно же, в умении сохранить свою красоту с помощью профессионалов. А для этого, конечно, необходима консультация специалистам. В преддверии Международного женского дня эта тема красота и здоровье. В разные исторические периоды категория красоты меняла свои каноны. Но одно оставалось неизменным. Это стремление человека к красоте и к сохранению своей молодости. Что это такое пластическая хирургия? Какие направления сегодня наиболее востребованы в этой новейшей отрасли медицины? Какие технологии сегодня используются? Что нужно знать людям, у кого есть кожные заболевания? Эти и другие вопросы сегодня в центре нашего внимания. Женская красота – понятие у каждого свое. И неудивительно, кому-то нравятся брюнетки, а кто-то предпочитает шатенок или блондинок. Когда-то в МОЗе были девушки с параметрами 90-60-90. Сегодня на подиумах все чаще встречаются модели с пышными формами. Мода настолько циклична, что за ней не угнаться. Да и вообще не стоит это делать. Женская красота не в форме лица, не в фигуре, не в одежде, которую она носит, и не в прическе. Она в здоровье, женском здоровье. В преддверии всемирно известного женского дня мне хочется пожелать нашим женщинам всего Брестского региона здоровья и вовремя следить за своим здоровьем. Есть аспект женское здоровье, поэтому мне хочется, чтобы всегда все обращали на свое здоровье. Ну, это своевременное прохождение диспансеризации в поликлиниках по месту жительства. Также можно пройти и в других организациях здравоохранения. Но на что важно обращать внимание? Это прежде всего самому вести здоровый образ жизни, подвижный образ жизни, не зацикливаться на разных аспектах своего здоровья. Но в то же время нельзя быть безразличным к состоянию своего здоровья. Это надо избегать вредных привычек. Прежде всего курение, злоупотребление алкоголем. Тут никто не говорит, чтобы человек вел абсолютно трезвый образ жизни и не употреблял алкоголь совсем. Но во всем нужна мера. Любовь к красоте – это вкус. Создание красоты – это искусство. И этим правилом брестские красавицы пользуются уверенно. Понимая, что и без хирургического вмешательства они самые красивые и привлекательные. Но бывают моменты, когда пластическая операция просто необходима. И быть ей или не быть в большинстве случаев решает пластический хирург. Надо четко понимать, что это риск. То есть любая операция – это потенциальные риски. Нет операции, которая абсолютно безопасна. И поэтому пациент, который идя на операцию, он должен четко отдавать отчет, что он в той или иной степени рискует своим здоровьем по меньшей мере. Другой вопрос – процент этих осложнений, этого риска. Это уже в зависимости от сложности операции, зависят эти возможные осложнения те или иные. Поэтому если я, допустим, не вижу показаний к той или иной операции, я пациенту отказываю. 8 марта – день, который приходит весенний порой. Его считают днем внимания к женщине, днем нежности, весеннего настроения и, конечно же, красоты. Но самое главное об этом на встрече говорили все врачи. Чтобы мужчины радовали своих женщин не один раз в году, а каждый день – добрым словом, ласковым прикосновением и чуткими признаниями в любви. С 3 февраля мужчины не ждут. Спасибо.